Здравствуйте, меня зовут Жанна Санжак, я визажист, мне 44 года и уже 21 год я работаю визажистом, 16 лет преподаю. Поступил такой вопрос, Жанна, подскажите пожалуйста, как скрыть, замаскировать брыли? Брыли это нижняя часть лица, которая с возрастом, к сожалению, обвисает и становится достаточно выразительным на лице, что конечно же хочется максимально скрыть этот нюанс. Берите опять ручку, тетрадку и записывайте. Вы все знаете, что есть такая свето-теневая коррекция, это благодаря которой можно что-то затемнить визуально, скрыть, убрать. Светлое наоборот визуально создает эффект объема и с помощью света и тени можно откорректировать форму лица, форму носа, глаза, губы. Но что касается нижней части лица, то есть когда мы взрослеем, когда появляются уже изменения взрослые, они у каждого человека, ну скажем так, первые признаки проявляются по-своему. У кого-то начинает течь нижняя часть лица, у кого-то быстрее стареет именно зона вокруг глаз, у кого-то верхняя часть лица там лоб. Поэтому в зависимости от того, какая зона больше, скажем так, подвергается внешним изменениям, именно эту часть лица нужно как будто бы немножечко изолировать и сделать как некая пауза. То есть если есть такая особенность и уже появились брыли, значит что нужно делать, если это не свето-теневая коррекция? Объясню почему. Я честно, что касается макияжа для жизни, то свето-теневую коррекцию использую вообще по минимуму, потому что когда мы общаемся при близком расстоянии, то вот эти все проставления свето-тени, свето-тени очень сильно считываются. Поэтому это настолько должна быть ювелирная работа, и незаметно это выглядит тогда, когда лицо достаточно ровное по фактуре. Тогда проставляя вот эти светлые темные пятна, смотрятся гармонично и создают потрясающий рельеф. И когда делается свето-теневая коррекция, то в большей степени она направлена на усиление рельефа. Что происходит с возрастом? С возрастом наоборот, у нас сам рельеф по себе рисуется, у нас тут опускается, здесь получается, что сохраняется вот эта часть. То есть вот эта вот глубина у подбородка есть, а вот эта зона, она, скажем так, как бы обваливается, обвисает. И получается, что вот брыли на фоне вот этой глубины более активны. И, конечно, хочется их вот так вот подтянуть, чтобы овал лица был более четкий. Если мы будем затемнять ту зону, темное все дает эффект глубины, ту зону, которая у нас выступающая, объемная, то при, скажем так, неправильной коррекции, неправильной это когда у вас рука технически так не подкована, вы начинаете затемнять, и может получиться так, что темное, которое находится в нижней части лица, а это всегда смотрится достаточно тяжело, еще больше может привлечь внимание как раз к брылям, которые мы хотели скрыть. Поэтому лучше все-таки отвлечь внимание от этой зоны. Как это делается? Конечно же, в первую очередь, идеально ровный тон. Чтобы меньше был фокус сюда, нужно фокус переместить вот сюда. Это значит, что нужно правильно сделать брови. Я уже выложила ролик по тому, как корректировать нависшее веко и как корректировать брови. И так вот, все эти рекомендации очень хорошо будут работать и для коррекции, как это ни странно, но нижней части лица. То есть не фиксируйте вот здесь все, что как это замазать, как это замазать. Отвлекая внимание от этой зоны, нужно эту зону сделать как некая пауза. Есть красивые брови, подчеркните их. Глаза можно подчеркнуть по форме, сделать их яркие, красивые, большие. Глаза можно подчеркнуть за счет яркости цвета радужки. Глаза можно подчеркнуть за счет красоты ресниц. То есть есть уже три момента, можно все сразу и тени, ресницы и цвет. Если вы не хотите тени, давайте цвет. Не хотите цвет, сделайте ресницы. Ну короче, что-то выберите. Самое главное, чтобы верхняя часть лица была более выразительная. Как только вы делаете здесь яркие, красивые элементы, то когда смотришь на человека, то соответственно в первую очередь мы как раз и будем видеть эти красивые яркие элементы. Соответственно лицо будет уже смотреться по-другому, потому что фокус вот с этой некрасивой зоны перейдет наверх. Но этого мало. Еще важный момент, это укладка. Укладка. Чем более объемной будет верхняя часть головы, тем меньше будет объем здесь. Как только у вас неправильная укладка, вы, например, челкой закрыли лоб, у вас здесь недостаточно объема. Смотрите, я вам сейчас покажу на себе. И что получается, ну к примеру, да, вот так вот. Вот. Что фокус переходит на нижнюю часть, и здесь, например, недостаточно объема. Вот так вот убрали. Вот. Тогда что самое светлое и самое большое, широкое, это вот эта зона. Поэтому опять же брыли будут опять яркие. Поэтому, чтобы здесь делать меньше, переключаем вес. Вес, это значит значимость формы. Поэтому, чтобы эта форма была не такая значимая, переключаем фокус на другую часть головы, в данном случае лица, то есть на верхнюю, и делаем объемную и значимую верхнюю зону. Тогда нижняя часть, она становится уже как бы потоньше. То есть мы создаем в лице такую как бы иллюзию треугольника. Еще огромное значение играет то, какие будут губы. С учетом того, что сейчас достаточно активно девушки все увеличивают губы, неважно, как мы делаем это карандашом или это инъекции, вот здесь важно не нарушить пропорции. Если вот эта зона будет достаточно большая, то автоматом фокус уйдет и вот сюда. И если эта часть лица и так, например, немножечко обвисла или стала широкая, может быть вы поправились, пополнили немножко, да, то тогда и полные губы в итоге создадут эффект большой нижней части лица. Поэтому брыли будут также главными. Это не значит, что нужно губы стереть с лица. Нет, они должны быть. Только они не должны быть слишком большие. Вот это тоже нужно понимать. И это еще не все. Огромное значение также будет играть украшения. Имеется в виду, в данном случае, именно сережки. Если вы хотите эту часть лица сделать меньше и отвлечь внимание от брылей, то не делайте украшения на уровне вот этих брыль. То есть желательно, чтобы фокус перешел чуть повыше. Посмотрите. Видите, какая разница? Но они у меня недостаточно, может быть, длинные. Если они будут чуть-чуть подлиннее, как раз на уровне вот этой зоны, то я как будто бы сережками еще наращиваю вот здесь вот эту горизонталь. Поэтому если серги будут чуть покрупнее, они не должны быть, опять же, малюсенькие какие-нибудь такие, маляпусечки. Маляпусечки, если они еще и тоненькие, то они тоже будут на контрасте. Маленькие аккуратные украшения и тяжелая, большая, нижняя, широкая часть лица. Поэтому украшения должны быть среднего размера или, может быть, чуть больше среднего. И если вы переключите фокус с нижней части чуть-чуть повыше, посмотрите, вот так, то есть это не висючки, то тогда, вы видите, автоматически вот эта часть, где серги, да, где уши, она становится шире. И на фоне вот этих красивых элементов фокус переходит на эту зону. И вот эта часть, она как будто тоже уходит на второй план. И на фоне вот этих выступающих и высоко сидящих украшений, эта часть лица автоматом становится меньше. Поэтому, дорогие девушки, если у вас есть такая особенность, и вы комплексуете, вы хотите скрыть нижнюю часть лица, старайтесь сделать именно в этой зоне некую паузу и переключить внимание на ваше достоинство. На красивые волосы, на красивые брови, красивые глаза, красивые уши, украшения и так далее. То есть самое главное, что мы в первую очередь видим, это яркие элементы. Если эти яркие элементы будут ваши самые лучшие достоинства, то брыли уже уйдут на второй план. Но если все-таки хочется немножечко с помощью макияжа, то вы просто берете пудру загарную, не очень темную, не очень темную, темная это будет слишком, кисточку для румян или для пудры. Набираете вот эту загарную пудру и здесь нужно затемнить чуть-чуть буквально, совсем немножко, именно самую выступающую часть лица. Это ошибка, если вы это сделаете вот так, потому что таким образом вы дотронетесь до той зоны, которой нужно создать тень, и также вы дотронетесь до той зоны, где нужно наоборот высветлить. То есть еще раз, смотрите, тут появляется рельеф, объем, глубина. Вот где глубина, ее нужно как будто бы вытащить, вот так вот, жух, а там где объем, этот объем нужно убрать, жух. Поэтому темненькая убирает, подтягивает, а светлая наоборот вытаскивает. Поэтому, чтобы скорректировать с помощью свето-теневой коррекции, вам нужно вот в эту глубину, где вот эти ямочки, поставить свет, это может быть как раз перламутровые тени, это может быть блестящий, сияющий хайлайтер. И вот эту зону как будто бы вот так вот вытащить, я тут натягиваю. А потом вот здесь вот рядышком немножко затемить. Тогда будет более-менее легкая, это будет легкая коррекция. Не ждите, что с помощью свето-тени прямо лицо, овал лица очень круто изменится. Это можно добиться только на фотографии. А если мы говорим про макияж для жизни, то вот легкая коррекция, чуть-чуть светленького, капельку темного. А самое главное, это все то, что я сказала предыдущее, ну только что я вам рассказала. То тогда в комплексе будет очень хороший результат. Попробуйте, напишите свои отзывы, получилось у вас или нет. Напишите новую тему для видео. Если вам понравились эти советы, ставьте лайк. И увидимся в следующем видео. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok